В Чебоксар прошел пятый юбилейный межрегиональный молодежный фестиваль СОК под девизом «Стремись отдыхать культурно». Он объединил более полутора тысяч участников, предоставил современные тенденции развития различных субкультур. Школьники и студенты на интерактивных площадках, посвященных брейк-дансу, граффити, восточным единоборствам, трид-баскету, настольному теннису и пауэрлифтингу, продемонстрировали свое мастерство. Не оставили никого равнодушным выступления байкеров и рок-музыкантов. ПЕСНЯ Это говорит о том, что у нас из рок-групп в этом году только четыре группы наши местные, а все остальные из двенадцати. Это Москва, Самара, Казань, Нижний Новгород, Мриэл. При этом желающих было намного больше, чем мы, к сожалению, смогли принять, потому что такое время нам выделили не очень длинное. Казанская группа «Буква М» на фестивале впервые. Как признали сами музыканты, принять участие в этом мероприятии они решили спонтанно. Но это не помешало им зажечь публику. Юные поклонники подпевали слова песни уже полюбившейся им группы. Юлина написали специально для этого фестиваля песню. Она вот как раз очень понравилась. Что удивительно. Обычно не пишем на заказ, но получилось так, что мы для этого фестиваля подобрали, вспомнили такую старую композицию, ее сделали, показали. Она здесь очень хорошо пошла. То есть, ну, вкратце так. То есть, очень рады, довольны, что нас пригласили. Это же приятно. Вообще приятно, выезд, куда бы ни было. Гастроли для музыканта – это интересно, это весело. К тому же, здесь действительно очень хорошие организаторы. Организаторам привет большой. Молодцы ребята. Редко можно наблюдать такие концерты, где именно приглашаются на большую сцену, качественную сцену с качественным звуком. Ну, скажем так, не очень известной группы. Это очень приятно, потому что перед большой площадью получается концерт не очень известной группы. Не каких-то хедлайнеров, да, таких больших прям совсем, а именно таких начинающих, продолжающих, ну или как мы, хороших групп. На самом деле, это очень важный и интересный. Ты уже сказал. Чебоксары в этом плане, на самом деле, меня очень порадовали и нашу группу всю, я думаю, удивили. Танцевальное направление проходило на площадке брейк-данс. Здесь мастера своего дела удивляли друг друга оригинальными стилями исполнения. Устраивая баттлы, каждый показывал, на что он способен. Денис Зуйков, также известен в мире брейкинга, как Би-Бой Хак, занимается брейк-дансом уже полжизни, с 2000-х годов. За это время он не раз получал награды на всероссийском чемпионате. Последнее его дотяжение в сентябре минувшего года. Миробой чемпионат Underground Funky Base, Турция, город Маммерс. В подобных мероприятиях Би-Бой Хака можно найти всегда. На этот раз уже в качестве жюри. Формат данного мероприятия предполагал, что участвуют 16 сильнейших. Просто 16 сильнейших, чтобы не устраивать очень долгих отборов. Многие фестивали на данный момент грешат подобными изысками. То есть они участвуют в районе 200 человек, и это продолжается на протяжении 5-7 часов. То есть для обычного зрителя это достаточно тяжело. Поэтому сегодня был очень ограниченный формат. То есть 16 лучших танцоров города Чебоксары собрались здесь. И вот, ну, то есть были батлы на вылет. В принципе, ничего такого, никаких возрастных ограничений не было. Но предполагалось, что участники уже обладают определенным опытом и способны действительно что-то показать. Участие в танцевальной площадке «Брейк-данс» Николай Воробьев занимается брейкингом также с 2000-х годов. По профессии он инженер, а танцы – его хобби. Но брейкинг играет немалую важную роль в его жизни. Постоянные тренировки – вот стимул к лучшему результату, признался Николай. Вот. Ну, учиться этому, наверное, не сложнее, чем любому другому мастерству. Надо просто отдаться, себя полностью отдать, дать этому и все. Сто процентно выкладываешься, и у тебя не всегда что-то получится. Их видел каждый из нас. И чаще всего это случалось неожиданно. Просто потому, что эти цветные композиции могут быть в самых неожиданных местах. Свою любовь к городу ребята решили нарисовать с помощью граффити. Ну, в этом году и вообще каждый год мы всегда приглашаем и очень активно развиваются площадки граффити. Она в данный момент проходит около каскада. Там тоже приехали ребята из разных регионов. Вот. И разрисовывают огромную большую стену, посвященную 70-летию Победы. В этом году на праздник были приглашены более 20 представителей общественных объединений для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ребята с интересом наблюдали за работой площадок, наслаждались атмосферой праздника. Активно поддержали участников различных направлений. И вот мы сегодня впервые пригласили еще ребят с ограниченными. С ограниченными возможностями здоровья. Это был такой порыв, что почему они не могут быть свидетелями всего такого классного, хорошего. И посмотрите, сегодня катают одного из таких ребят. Ничто не помешает нам получить кайф. Поэтому вот эти ребята, которые прибыли сюда в качестве байкеров на своем железном коне, и те ребята, которые пришли на своем железном коне с коляска, но это их объединяет сегодня. Вот этот фестиваль, вот эта замечательная погода, музыка, рок-музыка, она все-таки такая призывающая рок-музыка. И объединяющая, потому что не все любят попсу, но многие любят рок-культуру. Для участников и зрителей фестиваля работал медицинский передвижной комплекс «Центр здоровья». Участники и гости фестиваля бесплатно прошли медицинское обследование, получили консультацию у врача-терапевта. Кроме того, на фестивальных площадках состоялись показательные выступления по экстремальным роликам японского боевого искусства дзюдо, корейского боевого искусства тэквондо и боевого искусства тайский бокс. В течение дня на территории залива царила позитивная атмосфера. Татьяна Салкина, Максим Максимов, Жизнь столицы.